Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео поговорим о вот таком вот семисегментном светодиодном индикаторе. Рассмотрим его разновидности, распиновку и способ подключения к Ардуино. А в следующем видео уже обсудим способ его подключения к микроконтроллерам семейства Ататини. Семисегментные индикаторы бывают двух типов с общим катодом и с общим анодом. Выглядят они внешне одинаково, отличие которое следует из названия заключается в том, что в первом случае у всех светодиодов общим будет катод, а во втором случае общим будет анод. Соответственно, если у нас светодиодный индикатор с общим катодом, то две его средние ножки должны быть подключены к земле, а на остальные поддаваться питание. А в случае со светодиодным индикатором с общим анодом ситуация обратная. По внешнему виду определить тип светодиодного индикатора можно следующим образом. Если в маркировке индикатора присутствует буква А, это светодиодный индикатор с общим катодом. А если буква Б, то светодиодный индикатор с общим анодом. Либо подключить две средние ножки индикатора к минусу источника питания, а любую свободную ножку подключить через резистор 220 Ом к плюсу. Если один из сегментов загорится, значит светодиодный индикатор с общим катодом. Если не загорится, то нужно поменять полярность подключения источника питания. Если сегмент загорается, значит индикатор с общим анодом. Если снова не загорается, значит индикатор может быть неисправен, могут не работать либо отдельные сегменты, либо вообще все. На данной картинке представлена распиновка семисегментного светодиодного индикатора с общим катодом и с общим анодом. Средние ножки 3 и 8 служат для подключения плюса или земли в зависимости от типа светодиодного индикатора. Пины 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 10 отвечают за одну из секций цифры, а пятый пин отвечает за отображение точки. Номера пинов светодиодного индикатора отсчитываются с угла противоположного сегменту, отвечающему за отображение точки. Либо если точка отсутствует, нумерация пинов ведется со стороны первой буквы нанесенной маркировки. Она всегда наносится снизу светодиодного индикатора. Теперь соберем все на макетной плате. Я буду использовать светодиодный индикатор с общим катодом. Через резистор на 220 Ом подключим пин ГНД Arduino Uno к минусу макетной платы. И от минуса протянем два провода к центральным ножкам светодиодного индикатора, то есть ножкам номер 3 и 8. Если у нас светодиодный индикатор с общим анодом, то данный провод нужно соединить с пином 5 вольт Arduino. Далее последовательно соединим цифровые пины Arduino Uno, начиная со второго с пинами светодиодного индикатора. Второй с первым, третий со вторым, четвертый с четвертым, пятый пин светодиодного индикатора пока пропускаем, а пятый пин Arduino соединяем с шестым пином индикатора. Далее шестой пин с седьмым, с седьмой с девятым, восьмой с десятом, а девятый пин соединим с пятым пином светодиодного индикатора, отвечающим за отображение точки. Вначале воспользуемся простым скетчем, который последовательно зажжет все сегменты светодиодного индикатора. Для этого в функции Setup последовательно определим все задействованные цифровые пины на работу с выходным сигналом. А в функции Loop очередно пройдем их все, подав на каждый высокий уровень сигнала. В результате у нас все сегменты последовательно загораются. В следующем скетче будем последовательно выводить все цифры от нуля до девяти. Для этого создадим массив из десяти элементов, каждый из которых будет соответствовать цифре. Значение элемента зададим в битовом представлении, где позиция бита будет соответствовать последовательности ножек светодиодного индикатора и пинам Arduino Uno. А значение бита определять, подавать ли на данную ножку высокий уровень сигнала, то есть единицу, или низкий, то есть ноль. Функция BitRead производит побитого чтения элемента массива справа налево и возвращает либо единицу, включая сегмент, либо ноль, выключая сегмент. Этот скетч актуален для светодиодного индикатора с общим катодом. Для того, чтобы он работал со светодиодным индикатором с общим анодом, значение элементов массива digits array надо инвертировать. То есть там, где была единица, нужно записать ноль и наоборот. Один раз в секунду будем переходить к следующей цифре и так по кругу. Загружаем скетч в Arduino и видим, как у нас цифры сменяются от 0 до 9. И снова возвращаются к нулю. В следующем видео разберем подключение данного светодиодного индикатора к микроконтроллерам семейства ATTINI, а также подключение вот такого светодиодного индикатора на четыре цифры. Я буду подключать светодиодный индикатор к восьмилапым тинькам, для которых способ подключения из этого видео не годится, просто не хватит пинов. Так что в работе я буду дополнительно использовать сдвиговый регистр. Что это такое и как его подключить к ATTINI мы разберем в следующем видео. Схема подключения и скетч будут в описании к видео. Спасибо за внимание. До встречи в новых видео.